Новое видео выходит каждый день в 20.00 Перед началом данного видео я считаю своей необходимостью, своим святым долгом сделать маленький речевой дисклеймер. В данном ролике я не рекламирую ни один из представленных мной пабликов или упомянутых вскользь во время какого-либо сравнения. Я не поддерживаю, что ни сам ютуб, ни твой ютубер, я просто рассказываю вам о ситуации, о которой мало кто знает, и знают вот только ограниченные люди, то есть я не знаю кому создатель паблика твой, уже бывший создатель паблика твой ютубер мог еще рассказать эту информацию, но вот насколько я знаю, я один из немногих людей, которые обладают данной информацией. Так вот, после того как с маленьким речевым дисклеймером мы разобрались, давайте приступим к видеоролику непосредственно. Так вот, жил-был такой человек как Андрей Гирс. Насколько я знаю, у него был опыт в развитии пабликов и групп и всего такого прочего ВКонтакте. И вы знаете, вот он общался с другом, который тоже там, или не с другом, просто с человеком, который тоже там развивал какой-то паб, вообще в целом работал с пабликами, и этот самый друг, или не друг, потому что как мне сказал Андрей Гирс, его имя нельзя называть, вот именно так и сказал, этот человек отдал ему паблик ВКонтакте, который тогда еще не имел тематики, то есть даже по-моему сам, хотя этого мне не уточняется, но это лично мои предположения. Однако, как меня заверил Андрей Гирс, подписчики в данном паблике были никакие не накручены, то есть активность была нормальная и так далее. Вот, и по итогу, то есть вот этот самый человек решил нашему дорогому Андрею Гирсу передать этот самый паблик, вот нынешний твой ютубер. И вы знаете, в чем вот заключается проблема? Дело в том, что в течение 14 дней паблик передается, то есть, насколько я знаю, видимо, это какая-то мера безопасности ВКонтакте или наподобие того, я не знаю. То есть, я паблики не передавал, вот это я чисто со слов Андрея Гирса. Дело, значит, было так, есть человек, которого нельзя называть имя, который обратился к мне за помощью, говорит, Гирс, блядь, группа не идет, контент мертвый, он у меня в Дрэпфакте там был, то ли редактором, то ли кем-то, не помню, знакомым были. Не идет контент, ничего не идет, не знаю, что делать. Я такой, кинь группу, он там кидает, название было на тот момент вроде типа Самп Ютуб Новости или Сампер Ютуб Новости, что-то такое залупное, прям залупное-залупное. Вот. Я такой посмотрел в натуре контент, хуйня, там не было ни оформления на тот момент, ну просто мертвая группа, которые были активные посты, но ничего не росло. Заниматься никто и не хотел, потому что всем насрать, неинтересная тематика, актив не идет. Я говорю, блин, ну разнообразно как-то там, тдтп, вот контент, чтобы ты понимал, какой там был, там был такой же, как сейчас сам Ютуб постит, типа знаешь, вышел у Митина ролик, и они такие пишут, типа, блядь, у Митина вышел ролик, он оказался охуенный, поставь лайк за пару сек, если ты, блядь, не долбоеб и не гомосек, короче, типа в таком стиле. Как тогда писали мы, так они сейчас до сих пор пишут, ну то есть ничего не меняется. Мы-то ладно сейчас разнообразили мультимедийной темой, а сейчас, ты видишь, ничего не изменилось. Ну и вот, и какая ситуация происходит дальше? Чел говорит, блядь, хочу группу продать, рублей за 500, 600 кому-нибудь. Я ему говорю, не надо нахуй продавать, отдай лучше мне ее просто так, типа я ее размочу, замочу и все будет по красоте. А у него была вторая группа такая активненькая, там с Даймондом связана. Я ему говорю, а я тебе, типа, взамен помогу бартерам, мол, таргет у тебя чуть-чуть подучу, чтобы именно конкретно целенаправленную твою группу, чтобы ты смог ее нормально рекламить. Он согласился, ну вот у него сейчас группа, кстати, топовая по Даймонду. Вот, и он согласился, отдал мне, типа, владельца, и я уже оформление начал делать, уже и посты начал придумывать, то есть контент-план разработал, переименовал группу. Уже два постика новеньких сделал, то есть там вот пока группа владельца передается, две недели. И вот пока я жду, пока вот эти две недели стекут, я же не хочу, понимаешь, группу поднять, она поднимется, онлайн поднимется в группе. И тут хуяк, этот чел обратно заберет группу, я такой, нихуя себе. Вот, и я жду не активно, ничего это. Тофик Дипсайз, который прекрасно знал об этой группе, он знает этого чела. В моей переписке с ним он упоминает того, что, типа, первую тематику он увидел у этого чела. Я ему говорю, да, типа, этот чел мне ее отдал. Когда я там по поводу самп-ютуба разбирался с Тофиком. Разумеется, проверить вот как-то его вот эти вот слова на подлинность я не могу. Однако все факты у вас перед глазами, которые я изложу далее по поводу самп-ютуба и твоего ютубера. Андрей Гирс решает пока что не публиковать никакие посты, дабы паблик не развился. И потом вот этот человек по итогу не отменил передачу паблика и не забрал его просто себе. И решает уйти в неактив. В это время он начинает переписываться там с Митиным и так далее. Ищет людей для ВП. ВП это взаимный пиар. То есть, когда ты репостишь запись одного паблика, он репостит твою запись. И вы таким образом пиаритесь. Так вот, он скинул Митину этот самый паблик. И там вот как-то у них закрутилось, завертелось. Митин по итогу отказался. И уже через несколько дней у Митина выходит... То есть, Митин создает похожий паблик на твой ютубер под названием Самп Ютуб. И вы сейчас можете меня спросить. То есть, ты на полном серьезе обвиняешь такой паблик ВКонтакте, как Самп Ютуб, в плагиате твоего ютубера? Да. И у меня на это есть жесткие подтверждения. Заходим в паблик Твой Ютубер. То есть, никакая не реклама, ничего подобного. Смотрим, когда был самый первый пост в данном паблике. В паблике Твой Ютубер самый первый пост был датирован 9 августом 2017 года. Отлично. Заходим в такой паблик, как Самп Ютуб. И тут самый первый пост был датирован 28 ноябрем 2017 годом. То есть, прошло около там месяца или наподобие того, пока вот это вот все улеглось. И паблики уже там начали развиваться своим чередом. Твой ютубер по своему сценарию, а Самп Ютуб уже соответственно по своему сценарию. В чем же тут заключается вся загвоздка? Дело в том, что митинг такой типа пацаны, вот этим вот Самп Ютубером в конфе пацаны. Типа вот, создал паблик про вас, подписывайтесь и так далее. И дело в том, что Самп Ютуб уже через несколько, там я не знаю, месяцев, дней, это не имеет значения. В общем, дело в том, что вот этот самый Самп Ютуб, который является по идее пародией на оригинальный Твой Ютубер, обгоняет Твой Ютубер по подписчикам. Я точно не знаю, когда это было, но факт налицо. То есть, пародия обгоняет оригинал. И несложно предположить, почему это получилось. То есть, даже у Андрея Гирса на стене есть пост о том, как вот, там, то есть, как Самп Ютуб рекламят многие GTA Самп Ютуберы. Там Брулев в плей вставляет его, вот этот самый паблик, свои новостные выпуски, там, я не знаю, Тофик Дипсайз, еще какие-то прочие чуваки. Хотя Тофик Дипсайз, по-моему, из твоего Ютубера тоже репостил какие-то посты, которые были вот про него. Либо это был не Тофик Дипсайз, либо тоже какой-то GTA Самп Ютубер. Но это не имеет абсолютно никакого значения. И рофл в том, рофл в том, что потом этот самый Андрей Гирс пишет Митину, скидывает паблик и так далее. То есть, для взаимного, по-моему, пиара также. Вот. И рофл в том, рофл в том, что Митин пишет, типа, блядь, ты че, серьезно? Вот это вот твой Ютубер, да это ж мертвый паблик. Нет, ну ты серьезно мне предлагаешь делать ВП, то есть, взаимный пиар, вот с этим вот мертвым пабликом. И такой, типа, говорит, бля, публиковать тупо ролики, это типа не контент. Сейчас, сейчас, я хочу вам сказать, заходим в Самп Ютуб. Вот, заходим в этот самый Самп Ютуб и смотрим, какой контент у данного паблика, блядь, на полном серьезе. Смотрим. Так, музыка от Лучеги, потом видеоролики от Брулёв. И там вот, то есть, если посмотреть, там сейчас выходят одни, блядь, только видеоролики. На полном серьезе тут какие-то дерь, космонавтики и так далее. Но это не имеет никакого значения. То есть, там выходят зачастую, то есть, просто какие-то ролики тут вот Малфой, там Адванс и так далее. Да, есть какие-то просто посты, но это, это уже, как мне кажется, не имеет никакого значения. То есть, Самп Ютуб, там вот бывают такие дни, когда там выходят только видеоролики. Вот прям только видеоролики. И да, то есть, в Сампе, вы можете мне сказать, что в этом вот сам ВКонтактовском Самп Ютубе, вот в этих вот журналах тоже есть похожие журналы по типу Life, Сампа, Rockstar, Bombid и Самб Ворлда. Да, но, понимаете, сейчас вот эти вот самые журналы, они очень сильно друг от друга отличаются. Что Life, Самп, что Сам Ворлд, что Rockstar, Bombid. То есть, всё это отличается на полном серьёзе, блядь. На полном, блядь, серьёзе. То есть, что, блядь, что? Я просто, блядь, не понимаю. Нет. Ну, то есть, вы на полном серьёзе это говорите или что? Ну, я не знаю. Просто, блядь, Митин такой хуесос. Это просто невозможно. Вот так вот, я просто, я когда узнал, я охуел. Вот так вот в крысу взять. Просто чужую идею. И потом не сознаваться. То есть, это кинуть, получается, на доверие. Возможно, то есть, Андрей Герсон доверял Митину. Он действительно скинул паблик для того, чтобы сделать там взаимный пиар и так далее. На что был послан. То есть, это кинуть, блядь, на доверие. Я понимаю, когда вот просто там, я не знаю, какому-то левому абсолютно чуваку скидывал. Тут для взаимного пиара и не до этого ещё, насколько я знаю, общались. То есть, ну, прям пиздец. И контент у них прям вот поначалу, вот когда, то есть, только зарождались вот эти вот два паблика, он был максимально схож. Вот прям максимально этот самый контент был схож. То есть, пиздец. Сейчас он, конечно же, отличается и по оформлению, и по всему. Но суть осталась та же. То есть, от кого-то отписалось там столько человек, от этого столько человек. У того, та сходка, у того, тот видеоролик вышел, у другого, там, четвёртый видеоролик вышел, у того, там, 30 тысяч просмотров, у Брулёва, там, 80 тысяч подписчиков. То есть, ну, это полнейшее говно. Я не знаю, кто за этими пабликами следит вообще, кто на них подписан. Какие душевно больные люди, блядь, следят за вот контентом в этих самых пабликах. То есть, тут же весь контент заключается в том, что, типа, на этого подписалось столько, от этого отписалось столько, пиздец. И вот эти вот три журнала, у них абсолютно разный контент. То есть, в Лайфсампе выходят какие-то просто, ну... То есть, если кого и сравнивать, то это Рукстар Бомбит и Лайфсамп. Вот они вот так вот максимально, и то по оформлению, по подаче новостей, они различаются. Но Самворлд, сука, это самородок своего рода. То есть, на самом деле, в Самворлде выходят ежедневные, блядь, дайджесты. Ежедневные, нахуй, да, нигде такого нет. Охуительный журнал Самворлд. Думаю, что-нибудь в будущем с ними намутим, придумаем, если они захотят, мало ли, со мной как-то посотрудничать. Обязательно что-то придумаем. Однако, в данном видеоролике, данный видеоролик ни в коем случае не является ни рекламой, ни чем-то наподобие того, ни одного из данных журналов. Опять же, я вам хочу повториться. То есть, если вы думаете, что тут, блядь, какая-то реклама есть, тогда идите нахуй. Но на самом деле, кто мне заплатил, какие паблики мне заплатят? Мне просто по-человечески хочется помочь. Я вижу, что тут происходит вот такая вот хуйня. Когда просто митинг, увидел, что есть такой паблик, вроде бы неплохая идея. Вот так вот писать о самп-ютуберах. Почему бы мне не адаптировать паблик же? Вернее, даже не адаптировать, а спиздить. Почему бы мне не спиздить? Об этом же паблике, о твоем ютубере и так знают мало людей. Ну, блядь, ну это, блядь, не по-человечески уже просто. Я понимаю, да, и самп-ютуб, и твой ютубер своего рода полнейшее, блядь, говно. Я не знаю, кто их может читать. На самом деле, все новости, они малоинформативны, в которых просто содержатся, блядь, 2-3 строчки от редактора и все. Мне это абсолютно не нравится. Я хочу видеть нормальные, блядь, длинные посты. Но в данном случае я просто нихуя не вижу. Так еще и самп-ютуб, это не какая-то своя идея. Это спизженная, блядь, идея у Андрея Гирса, у чувака, который создал твой ютубер. Вот. Однако, я ни в коем случае не защищаю твой ютубер. Твой ютубер такую хуйню делали в свое время. То есть, это просто пиздец. И удаляли там видосы Ангела Касада про Луняшу. И чё они, блядь, только не делали на самом деле. Ну, вот, когда происходит такая хуйня, ну просто, ну, я не могу не вписаться. В общем, ладно. Всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Думайте, какие журналы в GTA Sampe вы читаете. И митинг, кстати, хуесос полнейший.